Здравствуйте, королевцы! Здравствуйте, земляки! Ну вот, вышел я сегодня с утра снимать репортаж, а получается, что сегодня такой день, который... Ну, я не знаю, как описать словами, потому что сегодня наша страна объявила официально войну другому государству и просто напала на другое суверенное государство. Но, честный Королев, не смотря ни на что, продолжает рассказывать о том, что происходит в нашем городе, рассказывать правду. И в этом контексте, конечно, можно говорить о том, что сейчас вы увидите, а как, собственно, живет вот эта вот великая страна, которая считает возможным наводить порядки везде вокруг жесткими мерами, скажем так, да? При этом не умея навести порядок в своем собственном доме вообще. В одном из самых славных своих городов, в Новокограде, в космическом городе, в городе Королев. Поговорим о том, как живут люди в нашем городе, поговорим о ЖКХ. Два дня назад я побывал в Болшево, на улице Прудное, дом 7. И, честно говоря, то, что я там увидел, настолько удручающе, что даже не хочется вам это показывать в некоторые моменты, потому что, ну, разговаривая с жителями этого дома, во время процесса этого разговора одна женщина просто заплакала и сказала, мы вообще никому не нужны. Ну, на это было больно смотреть. А знаете почему? А потому что вот эта Ходоревская команда, которая у нас в городе с 14-го года, и все время рассказывающая о том, как они великолепно работают, каких успехов город Королев при них добился, довела людей вот до такого состояния, потому что жилкомплекс, управляющая компания, не способна починить крышу дома в течение 7 лет. 7 лет каждую зиму и каждую весну людей заливает. 7 лет они пишут жалобы, 7 лет они обращаются. Все бесполезно. Если мы открываем сайт жилкомплекса, открываем Прудное 7, то мы там видим, что в проделанных работах неоднократно крыша ремонтировалась. Но что толку? Она каждый год снова течет и квартиры заливает. Здесь в жилкомплексе у нас ремонтировал эту крышу Павел Котов, который сейчас у нас пошел на повышение и является заместителем руководителя администрации. Теперь крышу ремонтирует новый генеральный директор жилкомплекса, такой товарищ Китушин. Но и у него тоже не получается. Очевидно, что они просто не способны привести дом в нормальное состояние. и сделать так, чтобы люди не мучились и жили комфортно. Жилкомплекс просто бесполезная организация. Улица Прудная, дом 7. И, в общем-то, здесь живут люди, которые уже не знают, как бороться с нашими управляющими компаниями, с жилкомплексом. Потому что вот эта вот крыша, на которой сейчас я стою, здесь нахожусь, много лет протекает прямо в квартиры. Ну, в течение вот 7 лет мы вот никак не можем совладать. У нас списывают деньги. Это... Один раз я была вот управляющей компанией, мне сказали там полтора миллиона списали. В декабре, на следующий год, в январе, у нас опять все потекло, еще 300 тысяч. У нас здесь должно быть все и золото за эти деньги в те годы. Сейчас у нас опять залив полностью. В одной квартире электричество, это все, эта квартира обесточила. Мы ждем, когда у нас пожар будет, и когда будет бедствие. Тогда нам только начнут делать что-то. В другой комнате тоже все, потолок весь ведрами собирается, потолка все капает. ЖИК у нас находится на Советской улице. Там одна работала, потом другая работает, поменялись. В том году вот я хотела записаться к Шабалдасу, я записалась, я хотела к нему прийти на прием, объяснить все. Но они прибежали ко мне на Советской улице, попросили, чтобы я не ходила. Они все сделают. Все сделают, потом они начали туда звонить, они рассчитались. Теперь с кого спрашивать? Я к нему не попала, и она все наобещала. Значит, верить нельзя никому. Это они расчистили вот здесь вот снег. А то было все в снегу. Но все равно там оттуда потечет все сюда. Какое-то безобразие. Мы уже живем здесь с 84-го года. Раньше такое было или сейчас началось? Это вот последние вот 7 лет у нас. Приходореве, короче говоря. Вот я бы так сказал. Ну, я не знаю. Мы уже не знаем, у нас они меняются. Мы уже не знаем, кто у нас, чего и что. Вот он, каждый год заливаемый водой чердак. Здесь снова расставлены ведра. Снег с крыши наконец-то убрали, поэтому капель уже редкая. Но ведра все еще наполняются. Потолки низкие, пролезть сюда можно только согнувшись. Но хозяйкам мокрых квартир приходится лазить сюда регулярно, чтобы вынести ведра и слить воду. Ну, это вот полная ведерка, я смотрю. Мы вчера вылили, взглянули, и все были полные. Все было здесь. И все протекает в квартиры. Да, вот оно вот сюда, через эти щели. Конечно. А вот что происходит внизу, на девятом этаже. Здесь ведра стояли. Да, вот я вчера, и ведра, и это. Да, мне питается, потому что вылили воду. Ведра были полные, вчера все лилось с этих ведер. У нас натяжной потолок, мы три раза слилили. Ну, давайте к вам зайдем, покажите просто при входе потолок, что, где протекает карта. Три раза сливали, потому что, что ж я должна, чтобы проводку застила. Она только ремонт делает, без конца. А это вот стены я сама клеила. Это, наверное, в 19-м году лилось. Отсюда все лилось, вот отсюда все. Здесь ведра стояла. До восьмого этажа ко мне все это шло. Посмотрите, двери у меня там, все ржавые. Смотрите, все ржавые. А там наклонилась. Здесь замкнуло, да? Вот здесь, в этой квартире. Шарахнуло, да. Да, вот выключили в этой квартире. Когда это произошло? Здесь замкнуло. А когда это произошло? Да, в конце января. Да, января. И все замкнуло. Ну, здесь все. Здесь уже не горит. Вот там у нее в этой... Все, в комнате сейчас эти самые. Вон оно все протекло. Я вижу, да. Вот здесь, видимо, и замкнуло все. А она страховку платила, тетя Надя, за это, за квартиру. Она позвонили, пришел и лет. Ведь ничего не сделала. Вот из ЕДС теперь говорит, давайте закрывать заявку. Ну, как закрывать заявку, если у меня ничего не сделано? Света-то нету. Она нам обещала, уборщица придет, все. А, это сейчас как? Уборщица до сих пор идет. Хорошо, мы сами вот, лифтер пришел на лифт. Мы у него попросились, поехали, пошли там, пять ледер воды вылили. С целлофана вот так все собрали. Тряпками все вытерли, вот, и стало сухо. И вот в ведро поставили опять, и через неделю вот опять мы не пошли, и они опять все потекли, и опять все потекло сюда. Ведра полные набрались, и уже все. Вчера-вчера мы тоже. Акт протечек они должны вам дать, чтобы у вас протекло. Не дали. Мы все просили, чтобы они дали. Она оформляла, но еще не принесла. Вот так вот и живет наш город. Люди действительно измучены сложившейся ситуацией, которую, казалось бы, довольно легко исправить. И уже не надеются на положительные изменения. Тем не менее, они обратились к депутату Светлане Петровой. Несмотря на то, что доверие к нашим муниципальным депутатам за последние годы подорвано полностью. Светлана Петрова обещала помочь. Посмотрим, получится ли. Честный Королев будет следить за ситуацией.